Мы с Дашулькой поехали. Поехали, куда-то опять поехали. Короче, мы постоянно куда-то поедем. На дождь. На месте не сидим. Даша мне предлагает какие-то чашушули поесть. А Джахури? Или Джампури. А Джахури? Это считай что-то такое. Сегодня ветра такого сильного нет, как вчера. Но на улице очень холодно, морозное. Прям воздух такой. Морозяка. Утки вон там белые, видите, сейфы. А там возле домика мужик какой-то сейфы. Возле уточек. Вон они красотки. Вот, сейчас бежим до стоянки быстренько. И поедем. В общем, мне сегодня еще на массаж ехать надо. Мы сейчас съездим. Как всегда, Даше нужно по делам в центр. У меня каждое видео, где Даше нужно по делам в центр ехать. В общем, сейчас мы поедем. Поскольку мы вчера ничего не купили себе. Именно на Новый год. Нарядики какие-то. Сейчас поедем. Кирюшу отведем в детскую комнату. А сами поедем выбирать себе нарядики. А потом я поеду на массаж. Вот такие вот у нас дела, ребятки. А у нас все неизменно. Мы стоим в пробке и просто не движемся вообще. Вот просто тупо стоим. Это жесть. С надеждой на то, что Кирюша у нас уснул. И что мы просто походим с Дашей спокойно по магазинчикам. Впрочем, по ходу дела мы сегодня опять тебе ничего не купим. Что там происходит? Почему там... Ты что, рука лицо у тебя? В общем, не знаю, что там произошло. Почему мы вообще не движемся. Может, авария какая-то? Ну, блин. Не варик. Мне бы хотя бы теперь на массаж выбраться отсюда. Грусть печаль. Пойдем позориться. На Новый год? На Новом году будем в джинсах встречать и в белых футболочках. Нет, в вязаном костюме. Смотрите, как хорошо плывет команда в полосатых рубашках или что там в полосатых упальниках. Это мы с Ниной будем. Да-да-да, точно мы будем. Печалька. Грусть печаль меня съедает, Когда я стою в пробке. Напрягает, напрягает, напрягает. Ребят, конечно, я не могу все пройти так просто и легко, как я сегодня планировала. В общем, на массаж я не попала. Мы с Нашей стояли сегодня в пробке целый день. Просто в Адлере в пробке. Мы не могли с ней доехать до конца Адлера. В общем, заезжала еще в мастерскую. Сейчас приехали, поставили машину уже, зашли в отель, сходили на ужин. В общем, и я вспоминаю, просто понимаю, что у меня нет с собой этого телефона, на который я сейчас снимаю. Я его оставила в машине. Мне пришлось пилить просто назад на стоянку. Начался град. В общем, капец полный. И там какой-то, смотрите, какой-то супергонщик гоняет, крутит пятачки по мокрой воде, практически по мокрому асфальту. И он это все делает на стоянке. Как бы очень страшно здесь машину вставлять, если честно. Смотрите, что творит. Прям жуть. И самый прикол в том, что он еще здесь был где-то часа полтора назад, потому что мы с Дашей уже дома еще были, на ужин сходили. Мы когда приехали, он уже здесь катался и до сих пор катается. Прикиньте. Просто я не знаю, что у человека в голове, но наверху это прикольно. Там их двое уже, две машинки. Вот такие вот дела. Побежала я назад очень холодно. Смотрите, смотрите, что творит. Да. Вот как-то так они и катаются. Стало очень холодно. У меня даже, у меня паста заплетается язык от холода. Зуб на зуб не попадает. Очень замерзло. Начался град, как я уже говорила. Хотя ничего не предвещало беды. Вообще сегодня, если честно, весь день был какой-то жопный. Все пошло не так, как мы планировали. Вообще все. Сейчас приду в отель, согреюсь и вам все расскажу. Мы с Дашей выселяемся раньше времени в отеле, потому что нужно баковать чемоданы собираться. Мы уезжаем куда? Не скажу куда. В общем, мы уезжаем в классное место на Новый год. Что вы хотите, дорогие мои? Мы у него же уехать. Потому что что? Потому что у Нины кто-то спустил колесо. И самый прикол в том, что у меня просто не работает брелочек. Потому что села батарейчиком. И в машинку Нина попасть теперь не может. И там стоят ребята, и у них тоже, представляете, не работает брелок. Что тут ночью происходило, неизвестно. Кирюша возмущен, что машина не едет. Да, Кирилл? Не едет машина? Да, не едет. Молодушка. А там какой-то мотоциклист гоняет. Я у тебя какая-то сейчас гоняла. В общем, ждем помощи. Я позвонила ребятам. Сейчас приедут, помогут, надеюсь. Не открывается. Вот так вот. Мам, иди, мама! Кирюша возмущается, что машина не открывается у нас. Ладно, будем стоять, любоваться на красивые горы. Как-то так. Стоим. Как вы думаете, что случилось? Нина забыла вчера выключить фары. И у меня разрядился аккумулятор. Что? Приехал спаситель Максим и спасает мне машину. В общем, видите? Наш 74-й челябинский. Нашка сидит, Кирюха уснул уже. В общем, пытаемся реанимировать моего Халка. Эх, еще и батарейками приходится. Замечательно. Я так замерзла на улице. Приехала с массажей. Знаете, чем я занимаюсь? Мне пришла обалденная, крутая, классная посылка. Сейчас вам покажу, что там. Заказала, в общем, себе подарок на Новый год и мамули на день рождения. Смотрите, какая она огромная. Сейчас вам достану и покажу, что там. Я заказала себе свой портрет. Наконец, это моя давнишняя мечта, чтобы у меня был свой собственный портрет. Заказывала я его у ребят из Monroe Art. У них есть свой канал на YouTube. Я вам оставлю ссылочку. Канал у них только начинающий. И хочу, чтобы вы их поддержали, подписались и посмотрели, что они нам там предлагают. Так, сейчас я не могу одной рукой все распаковать. Сейчас вам все покажу. Боже мой, какие-то больные. Сейчас показывать буду скорее. Вы только посмотрите. Это же не нашим. Боже мой, какой он крутой. Слушайте, он такой большой. Какое классное. Я даже не хочу эту пленочку пока снимать, потому что скоро мы будем переезжать. И я хочу его перевести так, чтобы обезопасить свой портретик. Чтобы он... Ничего с ним не случилось, нигде ничего не заляпалось. Но она такая крутая тайнина, как... Я ее просто обожаю. Смотрите, как классно. Вот такая вот цветная печать по фотографии. Ну, блин, выглядит нереально круто. Мне даже не верится. Боже мой, как я рада. Вот. Так что, ребят, пожалуйста, я вас очень прошу. Зайдите и подпишитесь на ребят по ссылке в описании. Посмотрите, какие они творят шикарные. Просто шедевры. Класс. Все очень качественно сделано. Подрамник. Здесь можно, смотрите, прикрепить. Повесить портрет. И здесь письмо. Вот. Даже смотрите, если вы обнаружили какие-либо признаки брака, сфотографируйте и отправьте его нам на WhatsApp. Благодарим вас за заказанное доверие. Круто. Здесь еще есть один портрет. Но я вам его покажу только завтра, потому что у моей мамули завтра юбилей. И там подарок для нее. Я заказала семейный портрет. Но какой, пока он мне не буду показывать. Я его повезу на место празднования. Вот именно в такой упаковке, чтобы не повредить. Увидеть у мамы на канале уже. А-а-а. Ну, крутая. Пошла я Дашке показывать. Мы приехали в Коксю. Здесь очень холодно. Мы загрузили. Греемся. Ждем. У нас Кирюша с коляской. Два чемодана. И пакеток много. Мы безумание. Портрет подарок. Семейный. В общем, потом посмотрите. Мама покажет, наверное, на своем канале. Буду ей дарить. Сегодня у меня не день рождения. Ждем Юлю с Лешей. И поедем тусить. Да что, уже радует. Так что, вот такая вот холодильная тут. У нас в Сочи было плюс 12. Мы выезжали. А здесь, мне кажется, градусов 7-8. От силы, наверное. И прям очень холодно. Интересно, что будет в пункте назначения. Мне кажется, там снег идет. Всем привет. Мы идем с Дашей и с Кирюшей на завтрак. Сейчас вам покажу, где мы живем. У нас вот такое вот огромное, вот такое огромное зеркало. Два целых. Вот так вот я оделась на завтрак. И здесь у нас большущий номер. Смотрите, какой огромный. Вот так мы здесь и устроились. И здесь наш вид. Из окна. У нас первый этаж. А вот в этом корпусе живут все остальные у нас. Там номеров не было, поэтому мы поселились в Тарн Хаусе. Сейчас идем на завтрак. Смотрите, какая здесь красота. Очень высоко. Очень красиво. Все готовятся к новому году. Подготовка идет полным годом. Очень круто. Что, поднимемся? Крутки у них оставим, наверное. Мы пришли на шведский стол. Вот такой вот у нас крутой завтрак тут будет. Вкусняшечки. Очень круто. А да, сначала пойдем посмотрим, что есть из Ти-дубного. Потом до вкусности ли беремся. О, господин, растяжопа. Омлетики, запеканочки, кашки есть, оладушки, вкусно все. Даже все, растяжопа. Прощай фигура, мы отъедаемся. Худеть будем после нового года теперь. В общем, я взяла себе омлет. Какой-то пышный омлет маленький. Два оладушка, запеканку и тыкву. Вот такой у меня будет завтрак. Не знаю, что я из этого съем, что нет. Но оладьи очень жирные, мне показалось, что очень буду пробовать. Всем приятного аппетита. Завтрак до 11, а народу нет никого. Такое ощущение, что мы так здесь отдыхаем только мы. Даже наших нет. Что-то другую тайну еще.